всем добрый вечер у нас сегодня хорошая тема принципы спортивного питания в аюрведе обычно январь-февраль это время традиционное такой подготовки к 8 марта традиционная время для коррекции веса для того чтобы избавиться от нескольких килограмм которые накопились за зимние месяцы привести себя в порядок весне как раз на это есть время и мы поговорим о принципах спортивного питания в аюрведе и заодно рассмотрим продукт компании тэджис который был разработан специально для спортивного питания то есть очень хорошо в феврале взять тэджис чтобы вот так вытачивает свою фигурку и так что говорит аюрведа о физических нагрузках тут немножко все не так как в официальной медицине когда бери больше кидай дальше беги приседай отжимайся с той планки здесь конечно все зависит от конституции тела все имеет свой разумный подход зависит от ваты пит и капхи так далее да то есть поставить и в то же время аюрведа говорит что постоянная физическая активность обеспечит бесперебойную работу внутренних источников энергии слушайтесь какая красивая фраза я в восторге просто обеспечивает бесперебойную работу внутренних источников энергии спрашивается откуда аюрведа все это знает знал опять тысяч лет назад если митохондрии изучают только вот последнее столетие ну может быть в прошлом веке в конце начали изучать и на сегодняшний день действительно в 21 веке очень много заговорили о митохондриальном здоровье потому что мы с вами знаем что в наших клетках есть митохондрии энергетические станции именно в этих митохондриях вырабатывается атф энергия клетки основной источник энергии то есть именно в митохондрии происходит сгорание белков жиров углеводов присутствие кондима кудейсти кислорода и образуется энергия без энергии мы жить не можем так вот сами митохондрии митохондрии размножаются при физической нагрузки вот так то есть чем больше человек сидит лежит тем у него меньше сил меньше энергия и выше давление тоже понимаете наш организм идеально устроен у нашего организма идеальный позвоночник просто у нас есть митохондрии про которые вообще можно песню петь и читать отдельный вебинар может быть займусь как-нибудь но природа не было устроено что мы будем сидеть работа будет сидячая будем много сидеть лежать ездить на машине на лифте мало двигаться много есть что природа не ожидала что человек превратится вот какое-то пассивное паразитирующее существо которому главное поесть поспать и посидеть уютно и комфортно природа думала что создавая наш организм чтобы он был приспособлен к физическим нагрузка и вот когда человек много сидит или лежит или ездит в машине и мало двигается организм как бы говорит зачем мне размножать вам митохондрии тратить на это время ресурс которого зачастую мало ту же самую энергию это же кислород зачем если вы ими не пользуетесь вам две штуки хватит посидеть полежать и соответственно чем меньше человек двигается тем меньше у него сил и больше проблем со здоровьем поэтому постоянная физическая активность обеспечивает бесперебойную работу внутренних источников энергии поэтому физическая активность это способ выжить выжать в нашем теле без физической нагрузки мы разрушаемся и погибаем поэтому заниматься следует физическими упражнениями которые соответствуют текущей конституции и таким образом мы поддерживаем свой организм кроме того физические упражнения помогают обрести ясность ума и улучшают циркуляцию энергии или праны в теле то есть понимаете если мы сидим то мы сели кровь встала энергия не может нормально циркулировать воздуха недостаточное надо кровь разогнать по организму энергию разогнать поэтому движение это способ профилактики и сердечно-сосуистых заболеваний заболеваний дыхательной системы и онкологических потому что это хорошая детоксикация и лимфа хорошо дренируется только при физических нагрузках потому что у лимфы нет сердца и лимфатические сердца это мышцы и если мышцы без движения то застой там где застой там тромбообразование инфаркт инсульт приветствие поэтому любые физические упражнения аюрведа считает очень полезными отмечая их важность но в то же время призывая к разумному выбору к разумному у меня была такая ситуация когда мужчина рассказывал что у него был инфаркт вроде бы восстановился после инфаркта решил бегать ну логично же надо бегать от инфаркта ну не ждать же повторения инфаркта и вот он бежит ему плохо а он все равно бежит ему еще хуже а он еще бежит ему совсем плохо а он бежит ну добежал до второго инфаркта спрашивается где где разум в это время был всегда нужно постепенно увеличивать физическую нагрузку без фанатизма особенно если человек долго не занимался поэтому аюрведа призывает к разумному выбору физических упражнений ну и от физических упражнений зависит и принципы спортивного питания тема нашего вебинара то есть нужно учитывать не только свою конституцию но возраст силу физическое состояние питание время суток и сезон поговорим о людях вата типа а мы знаем что люди вата типа это астеники то есть тена это сила астения это отсутствие силы то есть те люди которых небольшая выносливость у которых мало сил которые быстро теряют ресурс которого и так мало и у них преобладает вот как раз синдром пустоты и дефицита энергии и здесь нельзя работать на износ противопоказано то есть очень часто у вата типа нестабильное давление повышенное сердцебиение и мы знаем по пульсовой диагностике что как только пульс чистит жди что программа покажет вата душа в общем то и сами можем посмотреть по пульсу и затрудненность дыхания поэтому таким людям противопоказаны тяжелые физические нагрузки и продолжительные физические нагрузки наиболее подходящая нагрузка это зарядка или такие вот ненапряжные упражнения виды спорта как тайцзи цигун тайцзи цюань айкидо ушу бальные танцы танцевальная аэробика игра в теннис падминтон плавание пробежки на свежем воздухе в свое удовольствие велосипедные поездки в среднем темпе встречи пилаты любые виды йоги гимнастики для улучшения гибкости подвижности суставов и позвоночника то есть нужно выбирать физическую нагрузку себе по вкусу в удовольствие без особого напряжения но в то же время регулярно и очень важно в атотипе силовые нагрузки потому что в атотипа люди в атотипа очень быстро теряют мышечную массу особенно с возрастом начинается атрофия мышечной массы называется саркопения и чтобы этого избежать помимо вот таких кардионагрузок должны быть обязательно силовые нагрузки гантельки дома должны быть строить свою программу лучше на базовых упражнениях приседания жимы лежа в общем-то это самые ценные упражнения из всех возможных приседания и отжимания вот даже если это только делать уже очень хорошо и планка приседания отжимания планка начинать с минимального веса с гантельками да и заниматься три раза в неделю по 30 минут но регулярно можно чаще когда сил прибавляется потому что чем больше человек занимается тем он лучше тренируется тем легче у пита есть огонь поэтому люди типа питы легко перерабатывают поступающий из пищи белок строят из него мышцы поэтому мускулатура хорошая конституция способствует накоплению мышцах гликогена гликоген это вот такой как киселик такая глюкоза в запасе и когда человек тренируется и в мышцах увеличивается потребление потребность глюкозе то из этого гликогена образуется такая свободная глюкоза которая идет на питание мышечной ткани поэтому люди питотипа могут выдерживать длительные интенсивные нагрузки поэтому эффективен любой тренинг лучший вариант это регулярные равномерные нагрузки без простоев и ускорений теннис лыжные прогулки катание на коньках роликах плавание бег ходьба езда на велосипеде в среднем темпе но на велосипеде особенно марафоны вообще не надо ездить быстро главное никуда не торопиться подойдут любые занятия позволяющие достичь умиротворения потому что пито легко подвергается гневу да чтобы умиротворить гневливость справиться со стрессом очень хорошо асаны пранаямы вот далее капха у капхи очень много застойной энергии и выражены как раз конституциональные синдромы это синдромы застоя застоя и полноты и люди страдают от избытка вот этой застойной энергии и люди капхотипа они вообще не любят двигаться они любят кушать любят сладкое и не двигаться и у них надо отнимать сладкое и заставлять их заниматься побуждать просто изо всех сил у них замедленный обмен веществ но тем не менее хорошая мышечная масса в отличие от ваты вот только мышцы у них послеваются под склоем жира и чтобы достичь результата капха должна выкладываться на занятиях на 200 процентов это поможет сжечь излишки жира вывести избытки жидкости жировой ткани развивать гибкость поэтому хороши кардионагрузки интенсивность высокая и можно участвовать в марафоне потому что много ресурса в йоге силовые упражнения хотя вот капки склонны отлынивать от занятий им очень важно тренировать чередовать различные виды тренировки тренировок даже в рамках одного занятия менять интенсивность нагрузок и каждые полтора месяца пересматривать комплекс упражнений вносить что-то новое какое-то разнообразие я расскажу на примере у меня дочь она типичная вата весит 50 килограмм при росте метр семьдесят велосипедик такой вообще обнимешь сердце стучит все время ребры все видны вот руку можно вот так обхватить ну вата короче и вот тут она влюбилась спортивного тренера а он типичный капха склонный к набору жира любит очень сладкое любит покушать но он должен держать себя в хорошей форме он спортивный тренер а у него такой метаболизм и что он должен почти ничего не есть и все время тренироваться чтобы быть хорошей формы и вот они начинают бегать и вот ей говорит понимаешь пробежать с тобой вместе три километра это удовольствие а мне надо десять меньше мне нет смысла бегать просто а ты не сможешь а закусила губу и сказала я смогу и вот они бегут десять километров и он он такой крепкий косая сажень в плечах с запасом энергии хорошей который привык бегать много заниматься с утра до вечера и она худая бледная гипотоничная сердцебиение как у воробушка бегут и он говорит боже как с тобой хорошо-то бежать когда один бежишь то кажется так долго все это медленно тянется устаешь а так бежишь болтаешь время быстро проходит и на вот эту его легкую болтовню которая даже ему не сбивает дыхание она может сказать только и все прибегает лицо красное присылает мне фотографии вся красная просто но ничего втянулась втянулась стала бегать то есть понимаете есть конечно текущие конституции но человек может начать тренироваться и поменять свое викрите текущую конституцию то есть вата может начать регулярно тренироваться и превратиться в хорошую крепкую питу капха тоже может постоянно тренироваться сбрасывать этот лишний жир не давать ему накапливаться и тоже сделать из себя хорошую крепкую спортивную выносливую питу и вот проходит полтора года таких тренировок она приходит ко мне на пульсовую диагностику и я глазам своим не верю вот этот гипотоничный воробушек у которого всегда сердцебиение от 90 до 110 вдруг я вижу 65 67 63 господи не было в жизни никогда такого вообще то есть мышца натренировалась крепкая сильная только он бегает натощак потому что ему надо сжигать жир а она если чего-то не съест утро то она больше пяти километров бежать не может поэтому он обязательно что-то легкое съесть до тренировки уже доходит до вплоть до того приехал сербский тренер в команду и они начали бегать втроем сначала бегали двое мужчин пробежали он останавливался после пяти километров часто останавливался тяжело дышал потом они бегут втроем с моей дочерью она бежит девушка пятьдесят килограмм весом бежит пять килограмм пять километров восемь десять не останавливаясь как спортивному тренеру было стыдно но ничего все тренируемо все тренируемо то есть вот то что я рассказала так нужно начинать а потом когда уже формируется хорошая крепкая пить а там уже конечно другие нагрузки и можно даже бегать марафон и это настолько здорово я вообще фанатка физических нагрузок потому что ни одной пилюлькой невозможно сделать то что делает с организмом физкультура регулярные физические нагрузки нет ни одной таблетки чтобы выпил и лежал или сидел потому что лежать сидеть это противо естественно для природы человека для природы человека нужно физически работать я в деревне уехала от того что у меня работа сидячая надоела до смерти приехала чтобы заниматься физическим трудом физкультурой бегать вдоль аки хотя да в москве тоже старалась при каждой возможности хотя бы уж зарядку регулярно делать это вот просто должно быть как отче наш принципы питания спортсменов вот в обычном спорте и в аюрведе несколько отличаются у нас принято и я ходила на курс по спортивному питанию в колледж фитнеса и бодибилдинга в москве и я поразилась насколько там грамотные преподаватели боже я влюбилась физиолог который преподавал он он все знает о физиологии о спортивной физиологии он не знает о заболеваниях он не врач зачем ему мы врачи вообще забыли каким должно быть здоровое тело изучали только болячки болячки а физиологию на втором курсе изучили пока были балбесами и забыли а вот очень важно знать именно физиологию здорового организма и стремиться к этому здоровью но в то же время я заметила что на этот курс пришли спортивные тренеры все таки играют бицепсами накаченные конечно скульптурированные красивые такие но при этом вот говорят мозги подтянешь тело запустишь тело подтянешь мозги запустишь то есть если человек все время качается качается ему книги некогда читать то в глазах у них ничего особо такого нету только любование собой и в конце уже занятий начинается такой вот шепотом мат вдоль рядов потому что им уже все надоело уже мозги выключились ничего слушать не могут не понимать не осознавать то есть все таки нужна гармония и конечно на этих курсах учат считать белки жиры углеводы и чтобы фитнес тренер мог составить человеку который пришел к нему на тренировки с целью там коррекции веса вот такую диету чтобы там было строго рассчитано сколько белков сколько жиров сколько углеводов причем зависит в период набора массы сжигания жира при подготовке к соревнованиям там сохнут они и так далее я встречала в своей жизни людей которые по молодости активно увлекались бодибилдингом вот так вот прямо строили свое тело вот именно занимались телом то есть это дома весы это расчет калорий это все взвешивается считается да в молодости была идеальная фигура ну ну вот скажите это нормально считать каждый день всю жизнь белки жиры углеводы вот что больше делать нечего кроме этого и конечно это все надоедает человек резко это все бросает перестает следить за собой вообще бросает физические нагрузки а тело привыкло что есть баланс сколько поступило белков жиров углеводов столько и сжигается на тренировки а тут тренировки убрали а количество еды никто не уменьшал и люди резко набирают вес и вот мужчина который в молодости весил 80-90 килограмм быстро разъедается до 140 ему уже больше ничего в жизни не хочется то есть несколько случаев таких знаю то есть наверное спортсменам это нужно но вот я лично никогда не считаю белки жиры углеводы и особо никому не рекомендую потому что это надо настолько рассчитывать нагрузки а не всегда знаешь какие у тебя в день нагрузки и что как бы стояться больше нечем ну как бы баба яга против другие принципы питания спортсменов в аюрведе здесь во первых самое важное это поддержание энергетических резервов клетки то есть очень важно энерго обеспечение далее очищение от токсинов потому что ну понятно что чистый организм способен больше энергии вырабатывать чем организм загрязненный где нарушено пищеварение у аюрведа придает огромное значение восстановлению тканей то есть мы знаем что в аюрведе концепция семи тканей тела и любой аюрведический комплекс направлен на то чтобы восстанавливать ткани тела и питать питать их и выводить токсины потом нужно улучшать кровоток уменьшать боли в мышцах как бы профилактировать их сразу что после физической нагрузки боли не болели предотвращать заболевания суставов вен улучшать настроение это тоже принцип спортивного питания в аюрведе снижать утомляемость повышать устойчивость к высоким физическим нагрузкам улучшать здоровье и спортивную форму ну конечно же конечно же в большом спорте и в обычном спорте да тоже есть какие-то из этих принципов но сколько я знаю спортсменов сколько ко мне на прием приходили спортсмены даже олимпийские чемпионы они как раз считают белки жиры углеводы они все знают про аминокислоты а то что нужно правильно питаться то что нужно следить за пищеварением нужно улучшать функцию почек нужно следить за кровотоком вот это как-то вот не придается особого значения вы знаете однажды пришел спортсмен на прием и он входит в десятку лучших спортсменов с по прыжкам в высоту шестом и я посмотрела у него уровень энергии в низкие то есть в два раза ниже нижней границы нормы и вообще все показатели низкие много проблем и вообще мы с ним очень удивились то есть он говорит вы знаете если я на таких показателях вхожу в десятку лучших спортсменов то что будет если эти показатели выровнять и когда мы с ним улучшали пищеварение восстанавливали микрофлору улучшали функцию почек налаживали кислотно-щелочной баланс вот и поддерживали энергообеспечение и когда у него показатели значительно улучшились он пришел мне рассказывает вы знаете вот ребенок маленький полночи не спал а все равно бодрый хорошо себя чувствую аппетит появился если раньше с утра надо было выпить пять чашек кофе пять чашек кофе топовые спортсмены так питаются то сейчас я встаю иду на кухню жарю себе яичницу из пяти яиц хорошо поел салат какой-нибудь и все и на тренировку и после тренировки такое странное ощущение что вот тренировка закончилась а у тебя еще есть силы на жизнь то есть ты не как вышитый лимон после тренировок а тренируются они конечно дай бог в зависимости от тренировочного процесса потому что есть процесс подготовительный предсоревновательный соревновательный восстановительный и вот предсоревновательные соревновательные они там тренируются по две тренировки вообще в день и там такие тренировки то есть одна тренировка по всему общей физической а вторая это два часа за которых нужно сделать сорок прыжков шестом и нужно быть настолько концентрированным что если теряется концентрация то либо в лучшем случае не получился прыжок либо травма и понимаете и все это с отсутствием аппетита в интоксикации со слабыми почками с нарушенным пищеварением с низким уровнем энергии и после тренировки как вышитый лимон и конечно травмы аюрведа давно говорит о том что весь организм в целом должен быть здоров весь в целом как система то есть здоровое пищеварение хорошая детоксикация хороший кровоток хорошее питание мышечных тканей опорно-двигательные системы и так далее ну тогда можно заниматься спортом есть ресурс и не будет истощения однажды я очень удивилась это правда было лет 15 назад когда я прочитала статью что профессиональные спортсмены не доживают до 50 лет потому что они истощают свой ресурс сейчас конечно многое изменилось в спортивной медицине и больше понятно стало тело и принципы физической нагрузки вот и конечно уже благодаря спортивному дополнительному питанию спортсмены больше следят за своим здоровьем вот ну а юрведа знала это давно и важно конечно заниматься чтобы не истощаться и лекарственные растения составляют основу аюрведических методов лечения профилактики то есть в обычном спорте это аминокислоты это витамины это карнитин это минералы изотоники вот что пьют обычные спортсмены знаю я вникала в эту тему в аюрведе основа спортивного питания лекарственные травы причем обычное спортивное питание усваивается но плохо процентов на 10 поскольку у меня есть теперь знакомый спортивный тренер я с ним периодически консультируюсь и вот он рассказал такую историю что однажды в команду пришли два вегана вообще веганы то есть даже не вегетарианцы веганы травками питаются и сколько не проводил он с ними работы что надо хотя бы есть рыбу яйца молочные продукты нет бесполезно говорит смотришь за ними они выходят на поле и бегут красиво очень красиво бегут но как под водой как в замедленной съемке ели ели и потом толку от них никакого и потом еще очень долго восстанавливаются в общем то это они уже бросили команду не смогли потому что жизнь спортсмена это тренировки переезды соревнования восстановления поэтому например спортсмен 33 года считается уже возрастной спортсмен то есть ему уже скоро заканчивать спортивную карьеру и уходить на тренерство поэтому тем интереснее принципы спортивного питания в аюрведе такие очень щадящие такие дружественные организму не то чтобы вот выжать все как лимон а именно питать налаживать восстанавливать предотвращать и в отличие от фарм препаратов аюрведические средства действуют на нуждающиеся в помощи орган и у нас появился теджес теджес это комплекс для спортивного питания для тренировок для фитнеса в то же время вы заметите сейчас я расскажу он замечательно подходит для мужского здоровья и всем людям хорошо для тонуса утром выпить перед физкультурой доживать это натуральный тоник для энергии и восполнения силы для того чтобы заниматься спортом и чтобы мышцы были в тонусе рекомендуется и спортсменам и любителям физических нагрузок помогает в наращивании мышечной массы и построение спортивной фигуры если принимается перед тренировкой потому что просто выпить не тренироваться это иллюзия что там может быть спортивная фигура она сама по себе не формируется ее нужно формировать необходим людям которые чувствуют усталость и упадок сил то есть конечно когда речь идет не о спортивной фигуре не о тренировках а то чтобы поднять энергию обычно я когда своего мужа спрашиваю что тебе взять в традо он не или энергоблиз или тэджис но тэджис лучше да конечно лучше потому что когда в целом человек достаточно здоров хорошо себя чувствует хочется что-то для энергии вот февраль мужской месяц очень рекомендую мужчинам тэджис 100% растительный состав без побочных эффектов соответственно допинговые пробы для спортсменов будут в норме тут можно не волноваться тэджис что это вообще почему такое название мы знаем что у нас есть оджис а теперь у нас появился тэджис духовные двойники дож это прана тэджис оджис как бы прана соответствует вате оджис капхи а тэджис соответствует огню пити да и равновесие душ и вот как раз равновесие праны тэджис и оджис это и есть абсолютное здоровье прана жизненная сила которая объединяет все системы организма тэджис это внутренний огонь трансформация сила трансформации энергия которая необходима для трансформации которая заставляет взаимодействовать разные структуры тела друг с другом двигаться изменяться совершенствоваться и отжис это иммунитет это субстанция которая отвечает за долголетие выносливость устойчивость защиту от воздействия окружающей среды тэджис это внутреннее излучение связанное с элементом огня служит для переваривания пищи на телесном уровне и впечатлений мыслей на внешнем уровне ума которое называется манусом вы знаете вот тоже переварить впечатления например сегодня общалась женщиной которая развелась с мужем и она говорит я три года болела то есть она три года не могла переварить эту ситуацию три года вот три года возвращалась к самой себе то есть это очень много все психологи знают что полгода вполне достаточно чтобы решить проблему но она вот как раз по конституции капха и она стала веситься 97 килограмм я говорю вы что это же почти сто да заедала вот вот капхи они такие и не хватило как раз огня для того чтобы даже с психологической проблемой справиться тонкая энергия огня проявляется в будхе разуме позволяя человеку различать предметы и суждения выносить правильные суждения тэджас дает желание учиться и познавать мир укрепляет интеллект самодисциплину способность к восприятию недостаток тэджас вялость отсутствие связности целеустремленности и о каком спорте тут вообще может быть речь мужество воля смелость связанные с тэджасом конечно для спорта тоже нужны и мужество и воля и сила а ну-ка заставь себя прыгать шестом сорок раз в течение двух часов ну для примера поэтому тэджас это вот основной принцип спортивного питания тэджас это резервуар творческой энергии а тэджас это разрушение стереотипов стремления к новому прана вдохновение способность к действию с точки зрения ирведы практики йоги связаны с повышением уровня и праны и тэджаса и отжаса и пробуждение энергии проявляется как усиление тонкость составляющей тэджаса что требует адекватного количества и отжаса и праны поэтому вместе с тэджасом очень хорошо пить отжас и гулять много на свежем воздухе заниматься на свежем воздухе чтобы был кислород ну обычно когда начинаешь делать зарядку тут же хочется открыть окно если не успел открыть заранее потому что конечно мышцы требуют кислород смотрите какой у нас потрясающий состав тут и мукуна жгучая и белая муссоли и в реала ну давайте поподробно про каждый ингредиент быстренько мукуна жгучая это природный допамин или дофамин в общем-то одно и то же можно сказать допамин можно дофамин можно сказать эль допа можно сказать эль дофа без разницы ну вот так вот это аналог нейромедиатора то есть мозг управляет нашим телом с помощью нейромедиатора и вот этот нейромедиатор дофамин это медиатор радости мотивации счастья энергии и когда его нет нет ни радости ни мотивации не можно пить мукуну когда не хватает мотивации и бодрости оказывается вот такая так можно управлять биохимией нашего организма особенно зимой когда время такое или осенью когда немножко время депрессивное то есть мукуна это предшественник для выработки допамина и улучшает его циркуляцию то есть мукуна содержит аминокислоты которые являются предшественником не только допамина но еще адреналина норадреналина еще медиаторов стресса которые готовят тело к бою на спорт для спорта так и нужно подготовить быстро тело к бою потому что когда расслаблен спокоен тут уже не победишь тут надо собраться быстро эльдопа в синтетическом виде используется при болезни паркинсона в общем то болезнь паркинсона это следствие нарушения выработки допамина и начинаются трястись руки нет сил нет энергии головные боли вот и вместо вот этого синтетического дофамина можно пить мукунушкучую да когда ко мне приходили люди с болезнью паркинсона я им об этом рассказывала они очень удивлялись то есть не знают что есть такая информация и мукуна она даже преимущественно чем синтетический допамин плюс повышает уровень тестостерона об этом знают все спортсмены что должен быть хороший уровень тестостерона у мужчины потому что от тестостерона зависит мышечная масса вот ну и конечно питание репродуктивной ткани смягчает депрессию профилактика болезни паркинсона ускорение обмена веществ и в аюрведе травяная паста мукуной применяется для построения наращивания мышц для выносливости как анаболик то есть в спорте применяются такие синтетические препараты анаболические которые способствуют наращиванию мышечной массы еще их называют гейнеры но гейнеры это больше такие питательные смеси для наращивания мышц анаболики это вот аналоги их выделяют из тестостерона из мужских гормонов это все пить небезопасно для организма потому что по принципу обратной связи прекращается синтез своего тестостерона вот поэтому мукуна очень полезна для людей которые занимаются спортом белая муссоли растение родственное шатавари и соответственно свойство шатавари то есть тоже питает и репродуктивную ткань а в спорте вот очень важно питание репродуктивной ткани и способствует у мужчин повышает производство спермы повышает сексуальную потенцию а потенция она вести потенция и в спорте и в жизни и в бизнесе поддерживает функцию предстательной железы питает все семь тканей организма это вот такой афродизиак для поднятия физической силы евреала или лисий орех также повышает потенцию замедляет старение потому что это источник ценных аминокислот и там аминокислот даже больше чем у миндаля грецких орехов то есть источник белка клетчатки магния кальция фосфора железо цинка то есть хорошее клеточное питание плюс антивозрастные ферменты которые помогают восстановление поврежденных белков потому что с возрастом нарушается синтез белка он страдает и человек теряет мышечную массу поэтому тэджис содержит антивозрастные ферменты да и вообще аналогов нету смелакс входит состав бальямина и отжаса сарсапорель то есть содержит сапонины которые похожи с гормонами и тоже строит мышечную массу плюс такое желчегонное мочегонное опять же улучшают потенцию очень хорошо для мужского здоровья лептодения или дживанти ну мы знаем у нас есть дживанаблиз джи это корень дживан это возрождение перерождение лучшее качество жизни опять же это питание входит в 10 живительных трав и активно используется в аэровидической практике это трава расстояна увеличивает естественный отжас питает все ткани тела выносливость плюс еще антибактериальная противогрибковая мочегонная восстанавливающая сперматогенез плюс либидо то есть все в одном еще и помогает выгнать из организма непрошенных костей какую-то инфекцию входит в состав таких бат известных как спиман для мужского здоровья для спермы чеванпраш мы все знаем лептоден для грудного материнского молока то есть видите вроде бы улучшает мужское здоровье но и на женское репродуктивное здоровье тоже хорошо действует входит в состав отжаса мумиё шиладжит входит в состав лимфокара бальямина горная смола эксудат содержит огромное количество биологически активных веществ плюс фульвиковую кислоту природное соединение и делает минералы доступными то есть в спорте очень важно дать мышцам минералы потому что когда человек тренируется в мышцах накапливается всем известная молочная кислота и у спортсменов это называется крепатура потом мышцы не разгибаются а для спортсменов очень важно чтобы они хорошо потренировались и на утро мышцы расслаблены были и хорошо восстанавливались как будто не было тренировки вот поэтому минералы жизненно важны и вот это гималайское мумиё делает доступным минералы то есть вводит в организм минералы плюс выводит токсины тяжелые металлы из клеток понимаете это столько всего в одном крапива тоже кладезь ценных веществ защищает от кислородной недостаточности потому что мышцы основные потребители кислорода и когда кислорода не хватает мышцам плохо и крапива защищает от кислородной недостаточности плюс укрепляет иммунитет чтобы спортсмен не заболел спортсмены рассказывают что очень обидно когда тренируешься 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 завтра соревнования у тебя на фоне этих тренировок так упал иммунитет и ты заболел все а когда ты заболел ты не можешь показать хорошие результаты поэтому тоже очень важно укреплять иммунитет и для профилактики воспалений и повреждений которые бывают в спортивном зале то есть крапива вот такой лечебный сорняк это столько всего в одном ятрышник лиловый я когда рассказывала первый раз про дежас мне рассказали что это растение чудесное смотрите узнаете по цветкам растет и в подмосковье и клубни называют поповые яйца то есть питательными свойствами клубни и ятрышников пользовались перцы и ранцы при завоевании новых земель выкапывали клубни и если не было еды то можно было обходиться без еды употребляя только измельченные клубни с водой или молоком то есть 40 грамм клубни измельченных суточная доза питательных веществ то есть дежас по наполнению невероятно питательный и также помогает не чувствовать усталость повышает выносливость еще и умственную активность солодка тоже содержит в себе аналоги стероидных гормонов это гормоны надпочечников силы энергии для долголетия цинк жизненно важен для мужского здоровья катализатор поэтому аюрведы говорит что спортивные результаты и сексуальные возможности улучшаются за счет улучшения всех тканей тела особенно репродуктивной ткани а мы знаем что в аюрведе концепция семи тканей тела и из первой ткани тела из расы строится вторая ракта из ракты мамса из мамсы меда и последнее это шукратхату репродуктивная ткань такой человек может заниматься спортом и показывать спортивные результаты когда у него все ткани тела наполнены и шукратхату тоже наполнена потому что когда ресурса не хватает организм начинает выключать те функции которые не жизненно важны то есть и что выключать в первую очередь репродуктивную систему о каком спорте тут речь и поэтому очень важно что вот аюрведические средства должны питать все ткани тела из шукратхату поэтому тэджис для мужского и женского здоровья но в первую очередь для мужского то есть аюрведические травы тэджиса питают оживляя все семь тканей делают их более эффективными для производства энергии то есть если в обычной спортивной медицине или фитнесе есть химические препараты стимулируют выработку тестостерона это опасно для мужского здоровья то тэджис омолаживает как расстояна репродуктивную ткань и улучшает женские гормоны у женщины и мужские у мужских поэтому безопасно для улучшения физической формы поэтому тэджис очень хорошо рекомендуется для занятий спортом и фитнесом можно принимать энергоблиса по таблетке каждого дважды в день для повышения физической активности со стекаром для укрепления опорно-двигательной системы молодым женщинам очень хорошо тэджис плюс минкор и в период предменопаузы или ПМС это предменструальный синдром близмин мужчинам тэджис для усиления бальями на и простаблиса при этом спортивная программа для женщин это тэджис и энергоблис они усиливают действия друг друга для мужчин тэджис плюс бальями вот так рекомендует доктор Нитина Грава я бы даже добавила что мужчинам тоже можно еще энергоблис для усиления эффекта беременным кормящим женщинам детям спортсменам до 10 лет одну таблетку в день после еды при умственной повышенной нагрузке вместе с близминдом для профилактики болезни паркинсона тоже с близминдом для профилактика тремора и хронической усталости со стаблисом для улучшения выработки коллагена принимать по таблетке дважды в день после еды запивая водой можно вообще длительно при занятиях спортом мы говорим о принципах спортивного питания поэтому при занятиях спортом и фитнесом принимать одну-две таблетки за час до тренировки и одну-две сразу после тренировки то есть опять же зависит от спортивной нагрузки если это легенький какой-то пилатес для девушек или просто обычные занятия в тренажере в течение часа можно выпить одну таблетку до тренировки одну после для восстановления если там силовые тренировки то можно две до две после вообще как я обычно говорю вопрос денежных средств я бы за то что две до и две после спортсменов подготовительный восстановительный период по одной-два раза до и после тренировки и в предсоревновательной и соревновательной по две таблетки два раза вот такой у нас замечательный я думаю можно вполне использовать прислушиваться к рекомендациям майорведы прислушиваться к своей конституции но в то же время сформировать у себя крепкую спортивную питовикрити выносливую такую огонь спасибо всем за внимание я вижу есть вопросы да детям тоже можно отжас и тэджис после ковида ослабленной женщине да тоже можно тэджис для сил в сочетании с уригардом простаблисом на курс мужчине да конечно тоже можно это все хорошо сочетается при аутоиммунных заболеваниях при аутоиммунном тиреидите нет противопоказаний к приему тэджиса при склонности к повышенному давлению тоже нет противопоказаний тэджис не повышает артериальное давление там нет ничего что могло бы повысить давление там муку нажгучая которая вырабатывает дофамин просто для бодрости и мотивации но это не вызывает повышение давления и спазма сосудов так ну вот например еще оздоровительные программы с тэджисом для энергии работоспособности тэджис энерго близ при болезни паркинсона умственной нагрузки с близминдом для коллагена со стаблисом для опорно-двигательной еще добавляем астикар и масло астикар для женщин для молодых с минкором для женщин 45 плюс с минолайфом но обязательно с близминдом потому что для нас девушек близминд мне кажется это вообще базовый комплекс всем подавать можно беременным кормящим детям спортсменам до 10 лет одна таблетка в день то есть вы видите там полноценное клеточное хорошее питание аминокислоты витамины генералы питают все ткани тела расстоянно нет противопоказаний к питанию для мужчинам опять же молодым с бальями нам зрелого возраста с простаблисом и можно с дживаном близом ну и универсальная программа с куркумином противовоспалительное действие куркумина усиливается ресурсным действием тэджасом просто ресурсная терапия можно использовать живаном с энерго блисом вообще очень хороший комплекс ну и спортивные программы вот как состав метина гравал мужчинам с бальями нам женщинам с энерго блисом ну и смотрите обычное спортивное питание которое продается вот которое называют американские карма вот таких вот банках вот на одной чаши весов и вот он тэджас на другой где много всего в одном поэтому я за разумный выбор выбирайте тэджас и регулярные физические упражнения спасибо до следующих встреч